От примитивной баночки с углями до современного электрического помощника в Гродно открылся единственный в Беларуси музей утюга. Одними из первых уникальные экспонаты увидели наши корреспонденты. Этот редкий утюг 16 века коллекционер Олег Хёрш приобрел на аукционе. Его стоимость большая тайна, а вот в уникальности экспоната сомневаться не приходится. В мире таких осталось всего несколько десятков. Правда, для Олега куда большую ценность представляет обыкновенный угольный утюг середины прошлого века, с которого и началась коллекция. Самый простой утюг. Выпускался у нас в Беларуси, на ней сельмаши, с наших мест. За 20 лет коллекционер собрал более 500 утюгов. Здесь и обыкновенные чугунные, и угольные, и на пару. Самые маленькие, и вовсе керамические, и длина не больше 5 сантиметров. Правда, ролям отводилась очень серьёзная. В средние века такими разглаживали воротники и манжеты знатным вельможам. А вот этот исполин 30-х годов прошлого века предназначался для солдатских шинелей. Здесь представлена печка армейская. Для утюжки шинелейных утюгов. Утюг где-то весил килограмм. 10-15. У каждого экспоната здесь своя история. Многие утюги, произведённые ещё в начале прошлого века, опередили время своими инноваторскими технологиями. Популярные беспроводные утюги. Идея уже была давно разработана, ну, 100 лет тому назад. Собрав внушительную коллекцию, Олег Ёрш объединился с коллегами-единомышленниками. Они вместе создали первый в Беларуси музей утюга. Говорят, просто захотелось познакомиться с уникальными экспонатами как можно больше людей. Правда, мировой опыт подобных заведений пришлось изучить. Это якобы обыденный такой предмет бытовой, но тем не менее, люди, когда приезжают и открывают для себя какие-то новинки в этой теме, то им это запоминается надолго. Наряду с утюгами в музее представлена и коллекция старинной домашней утвари. Она, кстати, будет постоянно обновляться. Организаторы здесь планируют открыть мини-выставочный зал для всех гродненских коллекционеров. Таисия Саховская, Юрий Корнилович, Николай Лапин, телекомпания СТВ.